МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это спорт-ревью на Первом Приднестровском. Среда для самых важных новостей из мира спорта. В студии сегодня работает Юлия Срокопут. Здравствуйте. Сегодня подведем итоги прошедшего Олимпийского года. Узнаем имена лучших спортсменов республики и рассмотрим свежие результаты игроков. Государственные награды для тех, кто привык получать награды спортивные. Президент лично отметил сильнейших спортсменов республики. Кубок Молдовы, турнир несбывшейся мечты или очередной трофей для представителей игровых видов. Оскар за мастерство лучшие бильярдисты Приднестровья разыграли местный трофей с громким названием. Чтобы помнили, в Террасполе прошел мемориал мастера спорта международного класса Марианы Давыдовой. Сегодня во дворце республики вспоминали самые яркие моменты Олимпийского 2016-го. Традиционно по итогам уходящего года обозначили лучших спортсменов Приднестровья. В списке лауреатов как знакомые фамилии, так и новые имена. Церемония награждения прошла с участием президента Приднестровья Вадима Красносельского и членов правительства. Церемония честования лучших спортсменов и наставников года. Ожидаемый результат и подведение итогов работы всей спортивной отрасли республики. Здесь и олимпийские награды, и массовые спортивные мероприятия. Президент Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что спортивное развитие нации – одна из главных задач, которые стоят перед государством. Конечно, нам необходимы и олимпийские медали, нам необходимы и мировые достижения, но я уверен, что именно массовый спорт – это путь к олимпийским медалям. Надо развивать массовый спорт, олимпийские медали не заставить себя ждать. Глубоко в этом убежден. 28 спортсменов, столько же наставников и лучшая команда года были отмечены президентом страны и членами правительства. В этом году четыре приднестровских атлета выступили на Олимпийских играх в Рио и показали достойные результаты. Медалями за трудовую доблесть и отличие в труде были награждены заслуженные мастера спорта, погребли и легкой атлетики. Идет вознаграждение за труд. Вот ты в течение года работаешь, показываешь результаты, и вот в конце года те говорят – заслужил или не заслужил. Ну а самая главная мечта есть? Конечно, попасть в Токио в 2020 году на Олимпиаду. У нас впереди четыре года работы, будем настраиваться на лучшее, отбираться дальше на Токио, отрабатывать, и там будем биться уже за медали, стараться не вступать на те же гребли. В России очень много наших спортсменов, многие знают нас, ребята выступают достойно на международных стартах, поэтому Приднестровская гребля очень сильная знак во всем мире. Шестеро наших гребцов завоевали медали на чемпионатах Европы и мира в составе российской сборной. А в целом у большой спортивной команды из Приднестровья 16 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых медалей. По словам президента, эти награды – неотъемлемая заслуга и опыт тренеров и наставников приднестровских спортивных школ. Я убежден, что любой спортсмен с удовольствием бы разделил эту медаль, большую половину бы отдал своему тренеру, своему наставнику, а малую сейчас взял бы себе. В командных видах спорта именно тренер обычно отвечает за результат. Если выиграли, говорят об игроках и команде. Проиграли, вспоминают фамилию тренера. Лучшей командой по итогам 2016 года стали воспитанники Александра Ковальчука. Нам нужно было сохранить молодежь, юноши 98-97 года, потому что мы прекрасно понимали, что это будущее наше. И выиграли кубок. Также в составе сборной Молдовы наши ребята этого же возраста завоевали первое место и будут на следующий год представлять Европу на межконтинентальном кубке. Я думаю, что все-таки завершим с победой и этот сезон. В список лучших спортсменов года вошли те, кто занимается паралимпийским спортом. Были отмечены заслуги призеров чемпионата мира по шашкам. А также впервые за много лет участником паралимпийских игр в Рио стал приднестровский пловец. Очень приятно, конечно, получать государственную награду с рук президента. Надеемся, будем заниматься и в дальнейшем будем показывать более лучшие результаты. Мечта спортивная, конечно. Еще хотелось побывать на паралимпийских играх через 4 года. Не остались незамеченными и результаты молодых спортсменов. Большая часть наградного списка – те, кто отличились на юношеских и молодежных подиумах. В этом сезоне много молодых спортсменов вошли в список лучших спортсменов Республики. Спортивная общественность высоко оценила их результаты, показанные на юношеских и молодежных чемпионатах мира и Европы. Именно им предстоит перенимать эстафету у заслуженных мастеров. У нас достаточно много юных спортсменов. Это и Чеботарь, который уже чемпион Европы по взрослым. Это и Филин, вы видели, из пяти стартов он пять выиграл. Это первенство Европы, первенство мира. Это Шуринкин, Олег и многие-многие другие ребята. Будем держать план. Мне кажется, мастер спорта – это очень высокая ступень в моей начальной карьере. И я хочу сказать большое спасибо моему тренеру. Он сделал все для меня. В будущем я буду стараться отдавать все свои силы и очень сильно работать, для того, чтобы заработать олимпийскую путевку в Токио. В следующем году моя самая главная мечта шахматная – это стать чемпионом мира, на чемпионате мира, который будет проходить в апреле в Румынии. Хочется выразить большую благодарность за то, что государство высоко оценивает наши результаты. То есть мы не зря стараемся, готовимся к разным соревнованиям и показываем высокий результат. Мы вот вручили заслуженного деятеля физической культуры и спорта. И мне так показалось, что все в новом году, все будет новое и будут новые рекорды. А пока новые спортивные звания, благодарственные письма, ордена и медали. Государственные награды стали признанием заслуг тех, кто привык получать медали на пьедесталах в спорте. Оксана Шахова, Егор Бекерский, Спорт-Ревю. К финальной стадии подошли кубковые баталии на баскетбольных и волейбольных площадках Молдовы в начале о мужском баскетбольном розыгрыше. Полуфиналы прошли с участием приднестровских команд. На стадии 1-2 Тираспольский клуб «Спарта» проиграл Бельскому «Баско» со счетом 60-100. А бендерский «Флуарис Дешор-2» уступил место в финале «Адмиралам» с 60-75. В развязке турнира команда аграрного университета «Баско» победила «Адмиралов» со счетом 59-53 и стала обладателем Кубка Молдовы. Параллельно в Тирасполе проходил волейбольный розыгрыш Кубка Молдовы. И тут у нас есть позитивные результаты. Приднестровская «Динамо» отстояла свой титул. За стадией плей-офф следил Вадим Гачков. Финальные матчи Кубка Молдовы по волейболу прошли на площадке Приднестровского промышленно-экономического техникума. По итогам предварительных раундов за третье место боролись кишиневские клубы «Динамо МАИ» и «ОСМ Баставан». Более опытные «Динамовцы» не оставили шансов оппонентам. 3-0 по партиям и бронза этого сезона у «Динамо МАИ». Матч получился довольно-таки легким. 3-0 выиграли, потому что эту команду мы хорошо знаем. Ребята молодые, амбициозные, но мы особо не напрягаясь, сегодня выиграли. На пути в финал Кубка дорогу кишиневскому «Динамо» преградил аспиранца из «Вулканежд». Хотя в чемпионате «Динамовцы» пока идут без потерь. Сыграно три матча, в которых заработано 9 очков. Правда, с главным претендентом на чемпионство «Динамо» из Тирасполя кишиневцы еще не играли. Бронзовый матч позади, теперь на площадке подготовка к финальному поединку, где сыграют тираспольская «Динамо» и гагаузская аспиранца. Они уже встречались в рамках чемпионата страны, тогда победила «Динамо», но Кубок пишет собственную историю. В новом сезоне состав «Динамо» претерпел незначительные изменения, причем основная шестерка набрала ход и играет практически без замен. Гагаузская аспиранца к финальному матчу, наоборот, укрепила все линии. К команде присоединились два легионера из Украины, однако стартовый отрезок целиком и полностью остался за тираспольчанами. У спиранцы прием отсутствовал как таковой, а хозяева преуспели в атакующих действиях. Самыми результативными стали Игорь Рябчук и Александр Фурман. В итоге «Динамо» выиграло 25-20. В следующем сете гости активизировались, клуб из «Вулканешт» вырвался вперед и сохранил преимущество до конца партии. Проигрыш сета явно не входил в планы тираспольчан. Уже в середине следующей партии в активе «Динамо» было плюс 8. И как ни старались гагаузы отыграть такой гандикап, так и не смогли. В итоге сет закончился с результатом 25-19. В четвертой партии вновь инициативу захватил «Аспиранца». Гости оторвались на 5 очков, но постепенно волевые усилия тираспольчан позволили догнать оппонента. На решающей подаче вышел ветеран клуба Вадим Ярский. Гости на приеме справлялись, но разыграть до верного не получалось. Сумасшедшая поддержка болельщиков гнала «Динамо» вперед. Последние два розыгрыша стали бенефисом Станислава Гальченко. Сначала он принес очко на блоке, а затем мощным диагональным выстрелом подвел черту под розыгрышем Кубка этого сезона. История нашего клуба. 19 лет в этом году, в 17-м году будет 20 лет уже. Юбилейный год, 20-летний. И я думаю, что они в преддверии юбилейного года, они себе очень хорошие преподнесли подарок. Итак, действующий чемпион Молдовы Тираспольская «Динамо» завоевал в этом сезоне и второй официальный трофей. И это уже седьмой Кубок Молдовы в истории динамовского клуба Тирасполя. Федерация также отметила и лучших игроков в составах команд. У динамовцев отличились Александр Фурман и Александр Спасский. В составе сперанцы лучшим стал Олег Панцирь, а у кишиневского «Динамо» отметили Романа Дудикова. В юбилейный год терраспольчане наверняка постараются подтвердить и свой чемпионский титул. В национальном розыгрыше на счету «Динамо» пока три победы. Следующая игра запланирована в Тирасполе на 14 января. Соперником станет Кишиневский УСМ «Бастован». Надежды подает и наша женская волейбольная команда. Серебряный призер чемпионата Молдовы – Тираспельский ПГУ и в этом сезоне настроен решительно. Наши волейболистки планируют удержаться в лидирующей двойке. Учитывая, что в первенстве играют шесть команд, задача серьезная. Нынешний сезон волейболистки Приднестровского госуниверситета начали с выездных матчей. Один тур терраспольчанки пропустили, но успели в четырех партиях обыграть студента Кишиневского медфакультета и в сухую одолеть дублирующий состав «Спиранце». Домашние стены помогали уже в четвертом туре в матче против «Политеха». Задача минимум – сохранить звание серебряных призеров для опытных игроков и обрести его новичкам. ПГУ пополнили восемь волейболисток. Вернулась в игру диагональная Наталья Ячикова, а уже со второго тура в нашем клубе ждут прошлогодних лидеров – Елену Леонтьеву и Марину Микинину. Выхожу еще на площадку, помогая команде в качестве первого темпа. Это у нас такая позиция, на которой очень много игроков и очень важная, поэтому приходится усилять команду. 25-22. Преимущество, заработанное в первой партии, наши студентки сохранили и во втором сете. Удачная игра на блоке привела нашу команду к убедительной победе – 25-15. Нам сегодня не хватило самой малости, чтобы собраться силами и проявить себя на площадке во всей красе. Боролись в каждом сете. Был очень интересный матч. Надо еще тренироваться, чтобы прийти в оптимальную форму и суметь навязать свою борьбу соперницам. Угроза появилась только к середине третьего сета, когда гости сумели вырваться недалеко вперед. За последние очки ПГУ пришлось побороться, но специалисты говорят, нервная концовка для женского волейбола – ситуация привычная. Третья партия идет. Она всегда напряженная. Потому что одна команда игровая, другая может полностью проиграть и больше не будет шансов отыграться. Команда «Политек» всегда борется за попадание в финал. То есть это с той командой, с которой всегда нужно считаться. И всегда старается попасть в финал четырех команд. Поэтому и сейчас эта команда приехала и будет бороться до последнего. Они сдаваться точно не будут. Партию не отдали. В итоге завершили матч со счетом 3-0. Это третья победа подряд для приднестровской команды. Следующий матч ПГУ также проведет на домашней площадке. 13 января наш клуб примет первый состав Кишиневской – «Сперанцы». В Дубосарах прошли соревнования, известные ценителям не только нашего настольного тенниса. Это международный фестиваль на призы заслуженного мастера спорта Елены Макраусовой. Все начиналось 9 лет назад с детского городского турнира. Сейчас крупный фестиваль собирает в Приднестровье команды из разных стран. Из Республиканской школы настольного тенниса наш следующий материал. Более 200 участников на специализированных кортах Республиканской школы настольного тенниса. Под конец года профессионалы и любители этой игры съезжаются в Дубосары поучаствовать в традиционном турнире Елены Макраусовой. Вот уже несколько лет здесь не только свои. Спортсменов из Молдовы, Украины, России и даже дальнего зарубежья привлекает конкуренция и состав участников. 9 лет назад мы решили провести такое мероприятие, так как Лена была на тот момент ведущая и в Европе, и в мире она очень прилично играла, входила в 100 сильнейших спортсменов много раз. Приехали к нам на соревнования спортсмены из Украины, из России, Молдовы. То есть элита – это сильные теннисные державы. И все же основная борьба за награды фестиваля развернулась между приднестровскими и молдавскими теннисистами. В четырех из семи номинаций победы одержали хозяева. Среди женщин первое место в финале разыграли две Екатерины – Жибрик и Шмагановская. Первое место на этот раз у кишиневской теннисистки. Бронзу завоевала Елизавета Медвецки. В категории элита среди мастеров спорта и международников весь пьедестал заняли приднестровцы. Бронзовая медаль досталась дубосарцу Сержану Узеру, второе место у мастера спорта из Тирасполя Александр Фомина, а победу одержала первая ракетка в Молдове – дубосарец Денис Церна. Всегда рад принимать участие в фестивале Елены Макрусовой. Приехало очень много интересных спортсменов, каждый по-своему силен. Еще две номинации принесли победы хозяевам турнира. Владислав Вердыш и Александр Кирякова сделали все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков. По итогам фестиваля организаторы отметили тех, кто не вошел в призеры, но показал достойную игру. Это юношеская команда из России, гости из Молдовы и Украины. Дубосарец Василий Гайвас оказался на фестивале случайно. Услышал о проведении соревнований по радио, когда прибыл на новогодние праздники домой из Европы. Я благодарен Валерию Савельевичу, он у меня 8 лет, как я здесь тренировался. Это мне дало дорогу в жизнь. Очень рад, много новых лиц и много чемпионов. И я желаю дальше просветания. Кроме игроков, судей и тренеров, за два дня фестиваль тенниса посетили около 500 зрителей. А все победители и призеры получили призы из рук известного мастера Елены Макраусовой. По ее словам, многие юные дарования при желании могут сделать карьеру в настольном теннисе, обучаясь дома у лучших специалистов своего дела. Воспитать хорошего спортсмена, хорошего игрока в настольном теннисе, да и в любом другом виде спорта, это огромный-огромный труд. Я очень рада за результаты этих маленьких детей. Настольный теннис – это престижный вид спорта в нашем городе. Поэтому я думаю, что у этой школы очень большое-большое будущее. Организатор фестиваля признается, а теннис для нее не только праздник, но и продолжение дела всей жизни. Оксана Шахова, Надежда Пайрели, Спортревью. С ее именем связаны самые светлые страницы новейшей истории приднестровского самбо. Жесткая на татаме и мягкая в жизни. Мастер спорта международного класса Мариана Давыдова осталась в нашей памяти как успешная спортсменка, приятная собеседница и просто красивая девушка. Сегодня в памяти Мариане Давыдовой провели первый мемориал. Год назад из жизни ушла мастер спорта международного класса по самбо Мариана Давыдова. Воспитанница заслуженного тренера республики Павла Забзалюка стала многократным призером чемпионатов Европы и мира, а также завоевала 15 титулов в первенствах Приднестровья и Молдовы. Командный турнир по самбо памяти Марианы Давыдовой вызвал интерес со стороны участников. За победу боролись спортсмены Министерства внутренних дел, Минобороны, Оперативной группы российских войск и Министерства юстиции. «Она была спортсменом высокого уровня. Это большая честь. Ей было бы приятно, потому что она посвящала всю свою жизнь в борьбе. Любую свободную минуточку она бежала в спортзал, тренировалась. И я считаю, что это очень важно устраивать такие подобные мероприятия». Турнир проводился в формате стенка на стенку. Самбисты оспаривали результат прежде всего для победы в команде. Победители и призеров мемориала определили по сумме баллов, завоеванных спортсменами в семи весовых категориях. «Сегодняшний турнир – это для нас загадка. Мы посмотрим, кто из них займет первое место. Ну, я желаю удачи всем спортсменам. Мне хочется, чтобы победил сильнейший». Кубок памяти разыгрывался по олимпийской системе. Команда ОГРВ и Министерство юстиции уступили в полуфиналах и стали бронзовыми призерами. А затем на ковер вышли финалисты. Известные в нашей республике представители самбо решили исход матчевого поединка уже на старте. Победные очки в копилку Министерства обороны положили Максим Граур, Сергей Шилов, Александр Вакуленко и Роман Волощук. Борцам МВД ПМР оставалось побороться за престиж. Два балла удалось отыграть благодаря успешной борьбе Александра Голомоза и Дмитрия Махнача. Завершили встречу супертяжи в весовой категории плюс сто. Мастер спорта международного класса Юрий Симыкин установил окончательный счет в поединке. Его чистый бросок принес итоговую победу команде Минобороны с результатом 5-2. Наша команда Министерства обороны уже неоднократно выступает на мероприятиях по борьбе дзюдо, самбо. И для нас честь выступать, особенно в таком турнире, как в памяти Марианы Давыдовой. Я ее знаю не понаслышке, сам с ней боролся лично. На церемонии закрытия всем спортсменам вручили медали и грамоты, а самбисты Министерства обороны были награждены победным кубком. Организаторы турнира и члены семьи Массира спорта международного класса Марианы Давыдовой планируют сделать соревнования традиционными и расширить состав участников. Василий Рашкован, Салават Шейхулисламов, Спорт-Ревю. Герои следующего сюжета проявляют свое мастерство за зелеными столами. Мастера Кия в этот раз собрались в бильярдном клубе «Оскар», чтобы разыграть одноименный трофей. Открытый кубок по русскому бильярду в дисциплине «Московская пирамида» в этом году собрал рекордное количество участников – 20 спортсменов. Мы так и называем эти кубки. Маленькие давали вначале на малые турниры, а побольше турнир, попредставительней. Вот ставим вот это, дарим людям, чтобы помнили о нашем «Оскаре». Эту награду более пяти лет разыгрывает в столичном клубе «Оскар» – одноименная премия для художников бильярда. По мнению мастеров Кия, их вид спорта – один из наивысших искусств. Самое интеллектуальное, а тут еще и глазомер, тут еще и огромный труд. Тренироваться надо много, чтобы забить этот шар. Это просто целое искусство. У «Зеленого сукна» собрались сильнейшие бильярдисты республики. Проявить себя в лучших манерах русского бильярда – задача каждого участника. «Московская пирамида» – это классик из жанра, особенно для открытой возрастной категории. Даже в одной-второй передовые роли заняли спортсмены разных возрастных категорий. К слову, ветераны получили фору в два-три шара. Несмотря на гэндикап, Николай Батыр со счетом 0-2 уступил Владимиру рейсу. В другом полуфинале Роман Татаринов проиграл Дмитрию Родованову. Так прояснилась картина турнира по части бронзовых медалей, в отличие от золотых. Тут за годы сложилась неизменная пара конкурентов. «Сильнейшего вижу только рейса Владимира. И его и хочу видеть в финале. Он тоже единый из сильнейших игроков. И нам будет более интересно. Финальную сцену играли до трех побед. Во второй партии Родованов восстановил статус-кво, затем ушел на вторые роли. Под занавес матча все внимание захватил рейс в своей привычной наступательной манере. Со счетом 3-1 Владимир пополнил коллекцию кубков «Оскара». «Более агрессивную игру показывает наш участник чемпионатов мира Европы Владимир Рейс. Дмитрий Родованов, у него тактика идет нападение, но с защитой. Сейчас идет такая тенденция в бильярде, что защита уходит на второй план. Существует даже такая теория – разбил и забил все шары. К этому сейчас стремятся все спортсмены». Интересно, что в этом году все призы клуба «Оскар» взяли представители клуба «Аркадия». Сейчас здесь готовят новую статуэтку с очередным комплектом медалей. В середине января их разыграют ветераны в категории 50+. Организаторы принимают заявки на участие. Предновогодние турниры заняли молодежь в столичной школе борьбы и бокса. Юные спортсмены состязались в ринге и на татами. Результаты в обзоре Василия Рожкована. На татами нет свободного места. В предновогоднем турнире принимают участие свыше сотни спортсменов из Террасполя, Рыбницы, Григорьополя, Слободзеи и Карагаша. Из них большая часть – новички. «Мне нравится чудо. Можно узнать там новые приемы, зарабатывать новые боеса». «Мы много здесь побываем и, получается, можем стать чемпионками мира». У каждого возраста свои достижения. В тренировочном арсенале юных дзюдоистов тоже есть парочка приемов. «На сегодняшних соревнованиях разрешен ряд приемов. Это броски ногами, это подсечки, зацепы, это броски со стойки, броски через бедру, через спину, передняя подножка, задняя подножка». Дзюдоисты боролись в 25 весовых категориях. В большинстве случаев первые места заняли столичные борцы. Аналогичный старт провели боксеры. Поддержать участников соревнований пришли родители и друзья. В качестве новогоднего сюрприза организаторы объявили, что на турнире не будет проигравших. И абсолютно все боксеры получат призы. На турнир заявили 22 боксерские пары. И многие спортсмены своей боевитостью и горячим желанием быть лучшими обратили на себя внимание. «Парни стараются, выкладываются на все 100%. Молодые участники, очень интересно смотреть». Весовая категория до 34 килограммов – один из самых упорных поединков турнира. В ринге боксировали терраспольчане Глеб Демин и Тимур Садовский. Встреча проходила с переменным успехом. Никто не хотел уступать. И согласно регламенту в этом бою победила дружба. «Это те соревнования, которые их выводят в жизнь. Вы понимаете, многие участники проводят свой первый бой. И этот первый бой, он очень значительен, потому что это какой-то вкус прививается. Вы понимаете, как-то они себя проявляют. Начало какой-то спортивной карьеры». Еще один предновогодний турнир провела Приднестровская федерация кикбоксинга. В соревнованиях участвовало свыше 150 представителей боевого стиля. «Ребята должны привыкать к кикбоксингу, но стараются только на победу. Потому что кикбоксинг пытается попасть в олимпийскую семью, где важен результат». Конкуренцию приднестровским файтерам составили молдавские спортсмены. Команды Кишиневского спортлицея и спортивного клуба «Колтукджим» стали гостями на терраспольском ринге. «В этом году это совершающий турнир. После чемпионата республики мы решили не останавливаться. Привезли только лидеров. К рингу приглашается пастухов Константин на получение награды. Кикбоксеры разыграли 20 комплектов наград, 7 побед на счету кишиневских файтеров. Еще 13 медалей высшего достоинства завоевала Приднестровская сборная. Предновогодний турнир по кикбоксингу стал финальным в уходящем году. Юные файтеры получили возможность закрепить уроки тренеров, показать владение техническими приемами и проявить себя в настоящем поединке». И еще немного интеллектуальных игр. Городская федерация шахмат провела открытое первенство. Спортсмены соревновались в быстрых шахматах и в блице, где каждый ход решали секунды. Зрелищность и азарт быстрых шахмат с каждым годом привлекают все большее количество как блицоров, так и любителей классической игры. Вот и первенство Тираспольской федерации в финале года собрало титулованный состав участников. Помимо приднестровских мастеров за медали боролись кишиневские интеллектуалы. Сначала шахматисты схлестнули умы в быстрых шахматах, где на партию отводилось 15 минут. В этом виде на первый план выходит быстрота мышления, а на последних секундах партии победу может принести даже скорость пальцев. В компании мастеров и международников отличился юный тираспольчанин Егор Лашкин. 13-летний шахматист вмешался в распределение медалей, отвоевав себе бронзовую награду. Ступенью выше оказался кишиневский спортсмен Сергей Барган, а лучший результат показал тираспольчанин Сергей Гостев. Я проиграл Баргану Сергея, но между нами проходила серьезная борьба, и в решающей партии я ему проиграл. Но на второй день собрался, и уверенные победы во втором дне. И неудача, скажем так, моего оппонента мне позволила занять первое место. В среде шахматистов говорят, быстрые шахматы – пешеход по сравнению с Блицем. Здесь на обдумывание хода всего несколько секунд, а сама партия длится всего 5 минут. Состав участников в Блице принял еще более именитый характер. В число соискателей медалей добавился мастер спорта международного класса Ярослав Мартемьянов. Очень сильный турнир, тут с каждым можно и потерять очки, и ничуть сыграть, и проиграть, и выиграть. То есть боремся, человек 10, а то и больше будут бороться за призы. Тираспольчанин лидировал на протяжении всего турнира, однако поражение в последнем туре от юного дарования Егора Лашкина и победы Сергея Баргана в параллельной встрече сравняли оппонентов по очкам. При равенстве баллов судьи обратились к официенту Бугольца. По его результатам лучшие показатели в активе мастера спорта международного класса из Кишинева Сергея Баргана. Ярослав Мартемьянов остался вторым, а третье место завоевал Сергей Гостев. В следующем турнире в третьей спортивной школе себя смогут проявить юное поколение шахматистов. Для них с 4 по 6 января в школе организуют зимнее первенство. Вадим Гачков, Алексей Двоенкин, Спорт-ревью. Это последний выпуск Спорт-ревью в уходящем году. В студии сегодня работала Юлия Саракапут. С наступающим Новым годом и Рождеством всех зрителей поздравляет коллектив редакции спортивных программ. До встречи на Первом Приднестровском. Продолжение следует...